здравствуйте дорогие друзья сегодня на канале мистер мистер мы с вами поговорим вот о таком ноже производства американской компании сок который называется pentagon элит 2 накладки на рукояти ножа сделаны из пластика грн можно так сказать будет несколько правильнее наверное с точки зрения произношения фирменная символика компании сок и вот такая вот форма со знаменитым утолщением к навершию собственно говоря форма явно имеет отклик к оригинальному фиг ножу с фиксированным клинком сок pentagon вот этого же производителя вообще в принципе весь этот нож сделал на его основе нож как видите довольно крупный и имеет вот такой вот заметный спейсер в этой же части для того чтобы через него собрать рукоятку думаю что здесь понятно винты с одной стороны как и здесь с другой стороны как-то принято на ножах сок такие вот как бы заглушки которые эти винты закручиваются отличная клипса у ножа но клипсы у сок всегда были прекрасно эластичная удобная не очень глубокой посадки так как все-таки мы прямо таки дело имеем с таким тактическим складным кинжалом и эту клипсу можно переставить на другую сторону есть такое отфрезерованное отверстие приятно что внутри этого отфрезерованного на отверстия тоже сохранена насечка так сделано с обеих сторон то есть по крайней мере это отверстие не очень портит внешний вид ножа отверстие для темляка у этого ножа тоже есть надо правда сказать что стандартный паракорд придется чем-то в него протолкнуть но он сюда отлично проходит очень важной особенностью этого ножа является использование фирменного замка компании сок который называется арклок этот замок был разработан еще в 80-е годы 20 века и наверное является первым таким широко известным штифтовым замком который бы использовался на ножах это по большому счету очень сильно похоже на разработанный впоследствии и широко известный замок американской компании бенчмит который называется аксис лог разница здесь основная заключается в том что штифт как видите двигается не по прямой как на аксис логе а по вот такой дуге из-за этого для использования этого замка требуется ну несколько большая привычка но с другой стороны есть такой важный плюс что такие ножи оснащенные подобным замком менее склонны к случайному открыванию при падении потому что просто здесь штифт из-за того что двигается по дуге двигается не так мягко общий же принцип действия замка ровно тот же самый есть штифт который подпружинен как бы на закрывание двумя пружинами которые находятся с каждой стороны этого замка и для того чтобы открыть нож вы можете открывать его за шпенек ну таким вот обыкновенным способом а закрывать его нужно уже обязательно отодвигая штифт из закрытого положения он работает на пружинах подвигается пальцами достаточно легко если хотите можно открывать нож также как открывают часто аксис лог просто сдвинуть штифт и потом его открыв клинок двигается совершенно свободно то есть все вот это вот с тем чтобы поиграться ножом здесь есть ну и конечно надо заметить что учитывая размеры pentagon elite 2 здесь есть весьма своеобразное ощущение от открывания этого ножа нож сделан без всяких подшипников он на шайбах идет он так медленно вязко но гарантированно по принятой тогда когда был разработан этот нож традиции компании сок шпеньки у этого ножа сделаны с двух сторон чтобы можно было аккуратно оперировать как левой так и правой рукой достаточно комфортно в обоих случаях и как всегда на накладках сделаны такие специальные выборки для того чтобы было удобно подвести палец почему так вообще стоит обратить внимание на то что этот нож как его прародитель ну имеет такую определенную кинжальную геометрию поэтому его форма такова что клинок в общем-то довольно таки глубоко скрывается в рукояти ну по крайней мере по современным меркам вот здесь сделаны такие специальные выходы на которые смонтированы шпеньки чтобы было удобно оперировать ножом любой рукой что правый что левой открывать этот нож двумя руками ну не то чтобы совершенно невозможно но будет скорее неудобно нужно будет вот найти это место потому что вот здесь достаточно узкая клинок ножа имеет обработку битбласт и выполнены стали вид же 10 учитывая что нож сделан в японии в данном случае то можно говорить о том что термообработка вид же 10 здесь отличается от того что есть на современных ножах клинок довольно таки твердый и в каких-то ну возможно такие прям очень сильно агрессивных работах может быть несколько склонен к выкрашиванию однако при этом зато свойства в плане удержания режущей кромки у этого ножа просто великолепно и клинок имеет такую кинжальную в общем-то геометрию когда основной ребра жесткости проходит по центру клинка и упирается в кончик любопытно отметить что вот такой кончик ну в частности существует на российских версиях этого ножа которые сертифицированы для нашей страны я думаю что здесь даже внешне видно что ну как бы вот такое схождение и 2 2 вот этих заточенных кромки в районе кончика они имеют какой-то такой несколько инородный внешний вид это так потому что подобная геометрия клинка придана этому ножу для того чтобы он помещался так скажем в параметры нашего законодательства связанного с холодным оружием здесь достаточно важно на оригинальных ножах которые выпускаются в сша клинок кончик несколько такой более вытянутый вперед и имеет другой угол схождения граней у ножа полусерриторная заточка так называемая то есть вот этой частью предполагается резать какие-то веревки и канаты вот этой частью предполагается работать можно даже на плоской поверхности если это необходимо в целом конечно кинжальная геометрия не является самой режущей но надо сказать что благодаря тому что у ножа большая длина клинка и в общем-то он достаточно широкий то этих спусков ну вполне достаточно для того чтобы придать ему достаточную режущую способность для комфортной ежедневной работы единственное что нужно сказать что вы должны понимать что это довольно крупный нож то есть работать им вот ну в каких-то бытовых условиях там с точки зрения по продуктам где-то еще но может быть не так удобно как ножом помельче но собственно говоря он несколько не для этого создавался то есть это все-таки действительно такой тактический складной нож для представителей тех или иных силовых структур предполагается что он должен быть как рабочим инструментом так и немножечко оружием и вот именно вот этого добивались в дизайне этого ножа про pentagon элит 2 можно сказать что это один из тех ножей которые собственно в свое время сделали компанию сок тем чем она сейчас является на ножевом рынке вот нужно просто понимать такую вещь что когда-то когда компания сок только появилась и в первые допустим 10 лет своего существования она выпускала вот именно такие ножи это были очень яркие ножи с очень таким явным тактическим уклоном вот такие вот коробки на которых были изображены разные представители силовых структур и надо сказать что на свое время в общем то ну наверное никто не относился к созданию вот именно тактических условно таких боевых ножей даже в какой-то части с такой тщательностью как это делали инженеры компании сок которые все это дело разрабатывали то есть дело в том что просто в основе этой компании все-таки находились некоторые люди которые имели с личный опыт вьетнамской войны и личный опыт разработки такого инструмента для военных поэтому свое время эти ножи получили такую колоссальную популярность ну а сейчас когда тактически ножи уже делают практически все производители которые вообще занимаются производством ножей ножи сок вот того времени разработанные тогда не перестают удивлять своей какой-то непередаваемой продуманностью и харизмой хотя надо сказать что конечно многие современные тенденции ножестроения эти ножи еще просто не затронули потому что в те времена когда они появились это еще не было не то что тенденции или мейнстримом это вообще не было известным подходом поэтому здесь очень много таких любопытных элементов которые позволяют вам получить такой нож в руки посмотреть а как к созданию тактических ножей подходили тогда вот в те времена причем надо сказать что многие из элементов этой конструкции по сей день смотрятся выигрышно по сравнению с тем что сейчас делают на рынке тактических ножей надеюсь что вам это было интересно большое спасибо за просмотр пока так сейчас это вот Продолжение следует...